В прохладное время года, особенно когда погода такая, как сейчас у меня за окном, многие подумывают, как провести зимний отдых. И часто останавливаются на выборе горнолыжного курорта. И выбирая горнолыжный курорт, важно правильно это сделать. Правильно расставить акценты. Потому что вы можете выбрать, конечно, горнолыжные курорты Украины. Вы можете грузинские курорты выбрать, Гудаури, Бакуриани, Австрийские Альпы, Словацкие Татры. Любой вариант может быть, но, чтобы не превратить зимний отдых в экстремальный отдых, который закончится естественным лечением, вы должны учесть некоторые особенности. И просмотрев это видео до конца, вы узнаете особенности влияния горнолыжного спорта на суставы, на опорно-двигательный аппарат. Также вы узнаете, что делать, пока вы выбираете курорт. Ну и что делать на курорте, если вы выбрали именно горнолыжный курорт, отдых в горах. Итак, напомню вам, что такое суставы, как они выглядят. Сустав состоит две кости, между ними хрящ, который, в принципе, помогает вам выполнять определенные движения. Что такое горнолыжный спорт? Когда вы спускаетесь с какой-то горы, сложность трассы вы выбираете, конечно, самостоятельно, но лучше не переоценить свои возможности в этом случае. Потому что, когда вы спускаетесь с горы, фактически для того, чтобы удерживать вас в равновесии, работают мышцы. Мышцы находятся в состоянии тонуса. И когда мышца напрягается, она зажимает сустав. И резко увеличивается нагрузка на хрящи. Расход питательных веществ идет. Но пока вы спускаетесь, питание не поступает. Потому что питание будет поступать, когда давление снизится. А давление во время спуска достаточно интенсивное. Вы знаете, горнолыжный костюм настоящий. Он с отдушинами. Для того, чтобы интенсивно работающие, в статическом, напомню, самое вредное для суставов. Работа это статическая работа. Когда мышца напряжена, и сустав зажат, идет дистрофический процесс в суставе. Самая вредная работа для суставов. В этом случае питание не идет. И отдушины сделано для того, чтобы выпустить тот самый пар, который вырабатывает интенсивно работающие, в статическом напряжении, мышцы. И пока вы спускаетесь, сустав практически питания не получает. Он получает питание и то одна нога на поворотах. Поворачивая, вы вынуждены переносить вес тела с одной ноги. Ну, скажем так, с двух ног на одну. Только благодаря этому осуществляется поворот. И чем чаще вы делаете повороты, тем лучше питание суставов. Когда вы едете просто по прямой, мало меняя положение тела, суставам очень тяжело. Это важно понимать. Что горнолыжный спуск должен, он фактически проверяет ваши суставы. На прочность проверяет ваш опорно-ответельный аппарат. И пока вы выбираете тот или иной горнолыжный курорт, вы должны понимать, вы должны проверить свои суставы. И проверить их нужно, и очень просто проверить в домашних условиях. То есть вы просто должны подвигаться и определить, есть ли хруст в суставах, особенно хруст в суставах ног и позвоночнике. Если при движении вы чувствуете хруст, это говорит о том, что в принципе питание не полноценно, питание не идет в достаточном объеме в ваш сустав. Вот здесь вот синвиальной жидкости образуется мало, именно поэтому образуется хруст в суставах. Вы можете посмотреть более подробно видео о хруст в суставах, почему он появляется на моем канале, не вопрос. И вы поймете, что это такое, почему это важно. Безусловно, когда у вас просто суставчики хрустят, вы можете ехать на курорт, не выбирайте только слишком сложные трассы и слишком длинные. Длина трассы определяет опорно-ответельный аппарат ваш на прочность. Но первый сигнал вы уже получили, если есть хруст в суставах, питания нет и суставы идут в дистрофический процесс. Вы, конечно, можете найти разные степени дистрофии в тех суставах, которые хрустят, но это не является противопоказанием к поездке на горнолыжный курорт. Но это, на мой взгляд, служит определенным руководством действия, чтобы все-таки суставам свои немножко задолжали. Хуже, если у вас появляются боли в суставах. Но тут тоже очень важно определиться, какой вид боли, какой процесс развивается в суставах. Потому что, если у вас развивается артрит, напомню, это боль, которая возникает во время нагрузки, то есть через какое-то время вы ходите и появилась боль в ногах, например, через полчаса или через час, или через два, это индикатор, это говорит о том, что там есть явление артрита. И в этом случае вам поездка на горнолыжный курорт, мягко выражаясь, противопоказана, пока вы не решите проблему со своими суставами. Если у вас явление артроза, в принципе, при правильном отношении на горнолыжном курорте, вы можете даже подлечиться. Напомню, артроз боли возникает в состоянии покоя, уменьшается при нагрузке. А потом может опять боль возникнуть, когда фактически стерта вся синвяльная жидкость, сустав перестает полноценно питаться и появляется там проблема. Поэтому очень важно понимать, что такое артрит, что такое артроз. Кстати, такое видео боли в суставах есть на моем канале, можете его посмотреть. Что делать? Потому что обострение в любом случае, если вы неправильно контролировали ситуацию, ставит крест на вашем отдыхе, в самом случае, как горнолыжника. Ну и вы будете просто наблюдать те красоты, которые находятся за вами, дышать свежим воздухом, не вопрос. Что делать в плане помощи в домашних условиях? Без проблем. На моем канале есть видео консультации врача-диетолога онлайн. Посмотрите его, там основы правильного питания разложены. Конечно, если вам мало видео, если вы хотите что-то почитать, не вопрос, вы можете перебести книжку. Что делать, если у вас есть печень? Здесь тоже разложены условия, как через работу печени обеспечить полноценное правильное питание вашим суставам. Потому что это имеет огромное значение. Что вы можете сделать в плане подготовки в домашних условиях? Это велосипед. Да, вот такая вот нагрузка, она в принципе, во-первых, потренирует вашу кардиореспираторную систему, то есть органы дыхания, кровообращения, к тем нагрузкам, которые могут быть на курорте. Потому что, знаете, когда вы ведете диванно-кабинетно-машинный образ жизни и вдруг хотите отдохнуть на горнолыжном курорте, у меня возникает большой-большой вопрос. А сможете ли вы там находиться достаточно долгое время? Потому что из состояния покоя внезапно добавить себе нагрузки, что горнолыжный отдых – это условный отдых. Это переключение из одного вида активности в другой, но при хорошей опорно-двигательном аппарате и кардиореспираторной системе. Поэтому очень правильно было бы, на мой взгляд, пока вы выбираете курорт и к нему готовитесь, покупаете различную экипировку, покатаетесь на велосипеде. Только велосипед нужно подготовить правильно. Не просто вращение педали велосипеда вам мало что даст. Велосипед должен быть правильным. У вас нужно обязательно отредактировать расстояние между педалями. То есть вы должны педали поставить на таком расстоянии, так откорректировать сидение педали, чтобы вы, когда вы давите на педаль, все нормально, усилие состоялось, но когда давит на педаль уже другая нога, первая нога должна провисать, педаль должна уйти от ноги, нога должна повиснуть, она не должна стоять на педали, собственно. Это очень принципиально. Когда провисает нога, вы понимаете, что давление на сустав не то что уменьшается, конечность немножко оттягивает кости между собой, и вот в эту полость активно идет синавиальная жидкость и питает этот хрящ. Таким образом, вы можете улучшить состояние сустава, правильно, когда крутите педаль велосипеда. Также, что вы должны понимать при подготовке к горнолыжному курорту, вы должны оценить, есть ли там травмпункт, как минимум, а лучше травматологическое отделение, а еще лучше лечебница. То есть, это говорит о том, что, в принципе, на курорте понимают, что горнолыжным спортом не всегда занимаются для здоровья, иногда занимаются экстремально. И травмы различной степени тяжести могут быть, и курорт должен быть готов к тому, что вы более экстремально отнесете к своему здоровью. Это важно понимать. Также очень важно знать еще один момент, что продолжительность, длина трассы, фактически это тест для вашего опорно-двеятельного аппарата. И горнолыжники со стажем меня понимают, что когда-то они могли осилить большие трассы, а теперь они могут осилить длинную трассу, но с перерывами. Потому что чрезмерная нагрузка на опорно-двеятельный аппарат приводит к тому, что он, в принципе, со временем выходит из строя. И вы должны понимать, что примерно час катания, после него вы должны полтора-два часа отдыхать. Причем не нужно рассчитывать ситуацию так, как делают некоторые, идя в поликлинику. Час катания, полтора-два часа отдых. Не так, что три часа катания, а потом до упада. После того, как вы чуть не упали от усталости, пошел в два-три раза больше отдых. Нет. Вы должны понимать, что они должны чередоваться. Вот тогда вы добавили нагрузку, проверили свои суставы, потом дали отдых, чтобы они восстановились. В это время вы можете, конечно, заниматься различными ситуациями. Вы можете выполнять вис на турнике, можете поплавать, можете просто побыть в ванной. То есть различные варианты могут быть, но обязательно, что должно быть у вас на курорте, это правильное питание. Это тоже очень важно понимать, что все-таки давая нагрузку, увеличив нагрузку на опорно-двигательный аппарат, увеличив нагрузку на кардиореспираторную систему, и добавив, в принципе, энерготрат своему организму, вы должны это обеспечить правильным питанием. Что вы еще можете в перерывах? Ну, так как вы понимаете, что поплавать на горнолыжной трассе или побыть просто в ванной, вам будет достаточно сложно. Вы можете посмотреть мои новые видео на моем канале, для этого, если вы еще не подписчик, подпишитесь, вам будет проще их найти. А также вы можете прослушать живые лекции про здоровый образ жизни, про правильное питание, возможные выездные циклы, оздоровление с обучением. И если вас, в принципе, такая ситуация интересует, напишите в почту. Группы формируются. Я думаю, что это может принести и пользу не только вашим суставам, но и, в принципе, вашему организму, вашему здоровью. Потому что одно дело смотреть видео лекции, которые я понимаю, как я вижу эту ситуацию, даю ее вам. А вы воспринимаете так, как воспринимаете. И вам, вы можете задать вопрос в комментариях, но это достаточно сложное занятие, значительно проще общаться вживую. И это вы можете сделать, когда будете участвовать в таких группах, когда чередоваться будут физические нагрузки и нагрузки на другую систему, которая тоже, кстати, отвечает за долголетие. Вы знаете, творческое долголетие, оно известно. Конечно, движение это жизнь. Не двигаться нельзя, и горнолыжный курорт помогает это сделать. Но нужно еще и тренировать нейроны головного мозга, которые обеспечивают их хорошую координацию движений на горнолыжном курорте. Ну и высокую работоспособность после горнолыжного курорта, когда вы вернетесь в обычные, привычные вам условия, будете стремиться реализовать свой творческий потенциал на работе, в домашних условиях, в семье, в быту, где угодно. А пока вы думаете, перевариваете информацию, которую получили в этом видео, я с привычными подписчиками моего канала словами крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения подумаю еще, какое видео написать на эту тему для вас. До новых встреч на моем канале. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok